Здарова, с вами снова я. По названию видео, я думаю, вы уже поняли, что произошло недавно на сервере DreamSMP. Наконец-то, наконец-то свершилось то, чего все ждали. Ну, как минимум я. Technoblade сбежал. Многие не поняли, как сбежал Techno, сбежал ли Dream, поэтому, как вы понимаете, в этом видео я вам поведаю о том, как всё-таки сбежал Technoblade, сбежал ли Dream, и что, на мой взгляд, случится в дальнейшем на сервере. Давайте отмотаем немного назад. 6 июня Technoblade решил навестить Dream, который просиживал штаны в тюрьме, рассказав об этом Фильзе. Фил не поддержал эту идею, потому что уже понимал, что хорошим это не закончится. Перед отъездом, Technoblade передал Филу его, так скажем, завещание, что ещё больше усилило сомнения Фила. Вскоре Фил понял, что желание Techno он никак не изменит, и, собственно, смирился с этим. Technoblade добрался до тюрьмы и выполнил обычную процедуру входа. Когда он был на платформе камеры Dream, тот ему в панике говорит, что это всё обманка. Все попытки Dream предупредить Techno не увенчались успехом, и тот тоже попал в тюрьму. Dream словил грустинку из-за того, что единственный человек, который мог помочь ему выбраться из тюрьмы, теперь оказался в ловушке с ним. Но Techno не унывал и понимал, что рано или поздно его всё-таки спасут. А теперь вернёмся в наше время. 14 сентября Techno начал стрим, на котором он с Dream копали пароход, как вдруг их посещает Квакити. Тот сказал Dream, что ему нужна книга воскрешения, и, собственно говоря, начал угрожать Зелёному Чубрику. Он сказал, что если Dream не отдаст ему книгу, он достанет свой зашибенный мозговыносящий меч и убьёт Techno. Однако Techno намекнул Dream, что даже если он умрёт, Dream сможет использовать книгу Возрождения, и всё будет чики-бомбастер. Затем Квакити перегрозил убить их обоих, и сказал Techno сообщить Dream, чтобы тот отдал книгу, иначе он умрёт. Так как никто Квакити ничего не хотел отдавать, он сдался и решил убить Techno, используя алмазную кирку, чтобы напомнить Techno о том самом моменте в последней диспетчерской. Как вдруг... Квакити начал паниковать и расспрашивать Dream'а, куда, чёрт возьми, пропал Technoblade. Тот ещё с самого начала начал говорить, мол, это не он. Квакити выбрался с камеры к Сэму и просто не мог поверить, что один из опаснейших преступников только что просто взял и пропал у всех на глазах. Они отправились на поиски, надеясь найти Techno в тюрьме, но поиски не уменьшались успехом, и они вернулись назад. Квакити попросил опустить лаву, чтобы глянуть, сидит ли Dream в камере. Да, Dream'а также не оказалась в камере. Квакити начал истерически смеяться, виня во всём Сэма, и также говоря, что самые опасные преступники сервера в один миг оказались на свободе. Тем временем в конференц-зале Синдиката как раз таки появляется Techno. У него штаны были полные радости от того, что он наконец-то выбрался, но наурал на Фила из-за того, что он ему сказал телепортировать его через три дня, а не месяца. Techno пообещал, что вызвали Dream'а из тюрьмы и уничтожит её блок за блоком. Затем он забрал свои предметы и пошёл по координатам, данными ему Dream'ом, которые вели к той самой горе, где они впервые встретились. На этом стрим Techno заканчивается. Итак, теперь возникает такой вопросик, сбежал ли Dream? Ответ? Нет. После того, как все разошлись, Сэм направился в камеру Dream'а и Techno. Сэм начинает её рассматривать, смотреть нет ли там каких-то лазеек, как вдруг он замечает какой-то проход в воде, в котором как раз таки и сидела наша фисташка. Итак, что у нас получается? Dream сидит в тюряге, а Techno на свободе. И он жаждет мести за своё столь долгое заключение. Я уверен, что у Techno удастся вызволить Dream'а, так как эту тюрьму он знает довольно хорошо благодаря Dream'у. А также, повторюсь, он очень зол на то, что его на целых три месяца заключили в тюрьме. Дальше будут мои догадки, но всё же. Мне кажется, что всё это дело приведёт к новой масштабной войне. Dream, Technoblade, Филза и остальные против всего сервера Dream SMP. Если такое случится, это будет просто самая захватывающая битва в истории Dream SMP. Ну как мне кажется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok